В повестку дня вне очередного заседания Новошахтинской городской думы был внесен вопрос новой структуры администрации города, думы и ее аппарата. Настоящий проект решения разработан в связи с необходимостью приведения структуры администрации города в соответствии с уставом муниципального образования города Новошахтинска, а также в целях дальнейшего повышения эффективности управления городским округом. Вводится должность главы администрации города. Из структуры исключена должность заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта. Вводится новая должность заместителя главы администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям. У ряда структурных подразделений отраслевых функциональных органов администрации города изменяется функциональная подчиненность. А также справочечно выделены учреждения, в отношении которых администрация города выполняет функции полномочия учредителя. В соответствии с частью 2 статьи 33 Устава муниципального образования города Новошахтинск, администрацию города Новошахтинска возглавляет глава администрации города Новошахтинска. Вопросы, ранее закрепленные за заместителем главы администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, предлагается передать введение первого заместителя главы администрации города. В связи с этим данная должность подлежит упразднению. В подчинении первого заместителя главы администрации города предлагается закрепить МКУ управления городского хозяйства, МБУ управления под делами гражданской обороны чрезвычайным ситуациям, МБУ специализированная служба по вопросам похоронного дела. В связи с перераспределением среди заместителей главы администрации города перечня рассматриваемых вопросов, предлагается ввести должность заместителя главы администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям. Новому заместителю предлагается переподчинить Управление жилищной политики, Комитет по управлению имуществом, МКУ, Управление капитального строительства. В ведении заместителя главы администрации города по административно-правовым вопросам предлагается передать отдел по работе с населением. Предлагается также справочно для более полной информации о работе городских служб по решению вопроса местного значения выделить учреждения, в отношении которых администрация города выполняет функции полномочия учредителя. Разработанная структурная схема администрации города с указанием подчиненности прилагается к пояснительной записке. Первым заместителем главы администрации назначен Михаил Николаевич Пархоменко. Заместители главы переназначены и продолжают работать. Что касается новых назначений, то главным архитектором города назначена Светлана Яковлевна Панфилова, ранее работавшая в должности его заместителя. Проходит согласование кандидатуры Оксаны Анатольевны Маловичко на должность заместителя по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям. Изменения в руководстве планируются в управлении городского хозяйства и отделе по работе с населением. Также изменится структура городской думы и ее аппарата. В соответствии с частью 7 статьи 28 Устава муниципального образования города Новошахтинск, Новошахтинская городская дума формирует аппарат Новошахтинской городской думы в пределах бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Новошахтинской городской думы. При переходе на новую систему униципального управления изменились полномочия председателя городской думы и главы города Новошахтинска. В связи с этим предлагаю депутатам городской думы ввести изменения в структуру и штатную численность аппарата Новошахтинской городской думы. Считаю необходимым ввести должность начальника отдела, закрепив за ним вопросы организации работы аппарата городской думы. Вывести должность специалиста первой категории и ввести должность ведущего специалиста по вопросам оказания содействия депутатам в осуществлении их деятельности. И также ввести должность технического обеспечения деятельности. Называется она старший инспектор. Это в принципе так же, как и в администрации, где занимаются специалисты данными вопросами. Считаю, что данные изменения позволят повысить эффективность работы аппарата городской думы. Депутаты единогласно приняли проект утверждения предложенных структур.